То Бог ель, яко Бог наш. ПЕСНЯ Друзья мои, как вы думаете, какой должна быть женщина? Конечно, она в первую очередь должна быть красивой, она должна вселять надежду, она должна верить в своего мужа и в своих детей, она должна быть мудрой и, конечно, она должна любить и быть любимой. 30 сентября в православном календаре есть замечательная дата, святых мучениц, веры, надежды, любви и матери их Софии. Именно этими добродетелями и украшается сегодня женщина, впрочем, не только сегодня, а всегда. Отец Виталий, будьте добры, 30 сентября мы отмечаем такой замечательный день. Это, можно сказать, православный женский день веры, надежды, любви и матери их Софии. Это три дочери и мать их. Судьба их очень трагична на первый взгляд. А если углубиться в глубину, будьте добры. Если достаточно глубины, которую посадили мать София и ее три дочки, веры, надежды и любовь, то нам сьогодні не посягнути того великого благочестя, которое имели эти христиане. В 137 году после Рождества Христового в Риме жили мать и три дочки – вера, надежды и любовь. Рано повдовивши, мать виховала детей у чистоті исповедения веры Христовой. Антіох, который был правителем этой области, узнавшись про то, что они христиане, он донес Адріану, царю, на который правил в тот час в Риме. И отже, Адріан, будучи великим и ревностным исповедником богини Артемиды, он позвал до себя Софию и ее трех дочек. Вин почав их прельщати всякими цього света солодощами. И отже, он запропонувал им, если они отказаться от имени Христового, от имени христианки, то он назвал всех трех дочек своими дочками. Но мать настолько выховала детей в добро, в чистоте веры, надеи и любви в этих трех христианских добродетелях, в честь которых она назвала своих детей, и она никогда не могла подумать о том, что можно изменять жениха небесную на какую-то истину, на какое-то божество. И тогда до царя Адріана позвали старшую из ее дочек веру. Царь начинал ее вихвалять красоту, но заодно сказал, скажи, что великая богиня Артемида, и тогда я назвал тебя своей дочкой. И когда она отказалась называть богиней Артемиды, и сказала, что только один Бог, это Иисус Христос, то ей назначили великие муки, и, раздевши ее до гола, ей отрезали соски, из которых замість крови потекло молоко. И от же все увидели, насколько посравленный был бог царя Адріана, и, будучи опозореной цей юной, мудрою девушкой, царь Адріан сказал отрубать ее голову. Ось такой мученицей завершила жизнь мученица Вера. Перед самою кончиненою вона подошла до матери и обняла своих двух сестер, начала гирко плакать и сказала, что сестры мои, неужели мы, будучи родственниками от одной матери и из одной утробы, неужели мы не дойдем к единому шляху до Христа и Жениха Небесного? Также другую была позвана царя Адріана Надя. И когда он спросил, что чья ты дочка, она сказала, что можно много говорить, чья дочка, но она сказала, что я ее невеста Жениха Небесного. И тогда также приезжали ее золотом и серебром и прикрасами, и разными навидками и напоями, но она желала быть невестой Единого Бога. И тогда, когда для нее была готова печь с копьячей смолой, то как только она подошла к великому чану и смолой, перекинувся чан, и все стоящие близко слуги царя были опечены смолой, и только одна надежда была живой и восхваляла Бога Единого Тройця. И также ей было обезглавлено. Тогда мать взяла на руки и свою другую дочку, что радовалася духом, потому что она готовила их для життя вечного. И сильно молилась, чтобы наименшая дочка Любов не устрашилася мук за Христа. И вот же, когда позвали до царя, наимолодшую из дочек Софии, Любов, которой выполнился только 9 лет, И вот она была среди них наймудрішою. И она сказала правителю, что как можно поклоняться тому, что сделали руки человеческие. И сказала, что если она поклониться Артемиде, то тогда, почему так страдали и мучилися ее сестры? И будучи научена Матерью и Духом Святым, потому что Господь говорит, когда позвать вас на суд, не думайте, что говорить. Дух Святый скажет вам, Дух Святый научит вас. И тут она предалася, отдалася волею Божию. И тогда Господь сам в ее устав вложил ті слова, которые опекли сердце царю Адріану. И он сказал, что он не может витримать того позору и стида. И повелел повесить дитину, мученицу Любов на дереве и строгать железными когтями. И вот, когда кровь упитывалася в землю, то она была с радостным лицем. И тогда, втомившись, палачи уже не могли строгать ее. Но шматки м'яса весели и кровью обогрялась эта маленькая мученица. Какой большой приклад она нам подает, что стоять за Христа, за Бога, за веру до конца своих дней, как бы нам не было тяжело. И тогда также ее было обезглавлено. Мати, изменяя свое горе материнского сердца на радость у Христа, она взяла тела и поховала их у дорогих и богатых домовинах. И от же, на третий день с молитвой и мати так же отримала венец от Небесного Отца и Бога и упокоилася на могиле своих трех дочек. От такою великою любовью до Бога горели ці мучениці, вера, надія, любов и мати их Софія. И, как говорится в Святом Письме, что любов не залежь водою, любов не спалишь огнем. Любов, вона настолько велика и напокирна, что кто любит Бога, тому все равно, что будет с ним. Но мы увидим, насколько велика любовь была у христиан. Они шли за Христа в амфитеатрах, в цирках. Они шли и проповедовали Слово Божие. Они не боялись смертью, потому что тот, кто придет душу тут, тот знайдет ее в житті вечно. И они это понимали. Дай Бог и нам понимать что за веру мы можем стоять и в холод, и в мороз, и в голод. Вера має быть у нас непохитной, так как была у этих мучениц. Конечно, здаются юни роками, молодые, сколько можно сказать, сколько сейчас у нас есть детей. И в веке веры 12 лет, в веке надея 10 лет, в любовь 9 лет. Чи сейчас кто из наших детей верит так, как верят эти мученицы? Много из нас хочет, чтобы дети учились молиться, но это зависит от выхождения родителей. Как родители ходят в церковь, молятся, так и дети поступают за ними. От доброго дерева и добрые плоды даются, а зло дерево доброго плода дать не может. Отец Виталий, будьте добры, вы настоятельствуете в храме в честь веры, надежды, любови и матери Софии в селе Ривно Очаковского района. Будьте добры, давно этот храм построен? В 2008 году строительство, которое было магазином, передали до храма. И вот уже 8 лет на честь веры, надежи, любови и матери Софии на территории Ривенской сельской рации находится это святение. Багато людей приходят в храм, молятся, люди просят заступництво мучениць под покровом яких они находятся. И много есть святых людей, что когда просят, то и оно так и происходит. То есть Господь подает милосты Свои через мучениць, через всех святых, до которых мы возвращаемся. И вот когда мы просим заступництва того, чьи святого, если у нас вера чиста и непорочна, как Господь говорит, как герчичное зерно, то и все нам будет даваться от Бога. В первую очередь хочется привітать всех матерей и побажать им тих чеснот, которые виховала в своих дитях премудра София. Потому что самое слово София в перекладе это премудрость. Дай вам, Боже, премудрості виховати ваших детей. Также витаем всех сегодняшних имененников веры, надей, любови и матери Софии. И всех женщин, которые сегодня слушают, бачат. Дай вам, Боже, крепости духовной и телесной. Редактор субтитров